Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. 1 марта день экспертно-криминалистической службы системы МВД России. Если заглянуть в историю, то 1 марта 1919 года при Центральном управлении уголовного розыска было создано первое экспертное учреждение – кабинет судебной экспертизы. Его возглавил Петр Семеновский, один из основоположников российской дактилоскопии. Эту дату принято считать днем образования экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел. Вот сегодня и говорим об этом, и я представляю гостя программы Леонид Владимирович Черепенин, заместитель начальника экспертно-криминалистического отдела управления МВД России по городу Самаре. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, во-первых, поздравляю с профессиональным праздником. Ну и, наверное, как вообще к этому относитесь? Будете ли отмечать, либо все-таки это будут рабочие будни? Спасибо большое за поздравление. Отмечать мы будем дома с семьей, потому что это рабочий день, никто его не отменял. Служба есть служба. Да. Ну, давайте расскажите, пожалуйста, немного о себе, где учились, и самое главное, как вы пришли в эту, вот на мой взгляд, очень сложную профессию. В первую очередь, конечно, психологически. Я закончил в 2008 году Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказания России по рекомендации своего однокурсника, который уже поступил на тот момент уже на службу в экспертно-криминалистический центр. Я решил себя попробовать, пришел, меня приняли, я оформился, поступил на службу. Вот с 2007 года, с февраля месяца, я прохожу службу в данном подразделении. Служба интересная очень, и мы всегда в ней развиваемся, поэтому, наверное, меня это и заинтересовало, потому что развитие – это мое. Вот. А по поводу психологического состояния, ну, человек к всему привыкает, и ничего сложного, по большому счету, в ней нет. Ну, скажите, вы осознанно пошли в профессию, вы же знали, что вас ждет, и чем вы будете заниматься. Ну, а проще говоря, расскажите о ваших каждодневных буднях, чем занимается криминалист. Эксперт-криминалист выезжает на осмотр места происшествия в качестве специалиста. Это первоочередная задача. Вот. Также он участвует в оперативно-розыскных мероприятиях и иных процессуальных действиях. Кроме того, мы проводим экспертизы. Достаточно большой ряд экспертиз у нас проводится в управлении МВД России по городу Самаре. Вот. Ну, это основные наши задачи. А можете привести какой-то конкретный пример? Может быть, если вспомнить какое-то недавнее дело, когда вы приехали, что вы делали конкретно, в чем состоят ваши обязанности, ну, и как вы вообще относитесь к тому, что порой приходится исследовать? Ну, это же ведь не какие-то обычные дела, а порой это убийства. Мы выезжаем на большой ряд преступлений, на самом деле. По приезду на осмотр места происшествия мы оцениваем обстановку, видовую обстановку, выясняем ряд причин, способствующих совершению преступления. То есть, если это квартирная кража, то способ проникновения устанавливаем, общаемся с потерпевшими, выясняем все нюансы, которые нам будут необходимы, после чего мы приступаем к своей непосредственной работе. Она заключается в обнаружении, изъятии, фиксации следов и объектов на месте преступления. Тем самым мы оказываем содействие органам следствия дознания, оперативным подразделениям, при раскрытии и расследовании преступлений. Скажите, вы считаете себя экспертом-криминалистом удачливым? Потому что ведь наверняка удача шагает рядом с вашей профессией. У нас каждый эксперт удачлив по-своему. Я себя оценивать не могу и не буду. Я достаточно самокритичный человек. Но при всем при этом у нас есть ряд сотрудников, которые выезжают на осмотр местопришествия, так сказать, с азартом. Которые действительно хотят найти следы преступника, и у них это получается. Я не говорю о том, что все приезжают и делают свою работу некачественно. У нас каждый сотрудник выезжает и качественно отрабатывает все. Но при всем при этом есть выделяющиеся сотрудники, которые при осмотрах местопроисшествия изымают качественные, хорошие следы, по исследованию которых потом в результате будет установлено лицо. И наверняка вот эти следы, ну как мне кажется, я, конечно, не профессионал в вашем деле, это, наверное, самое главное – обращать внимание на мелочи. Вот именно из мелочей и складывается большее, которое способствует как раз раскрытию преступлений. Да, вот на примере своего осмотра, он был в 2012 году, мы осматривали ранее угнанный автомобиль, который был обнаружен на пустыре, на котором были просто деревья, асфальт и все. И вот стоял автомобиль, мы приехали, сотрудники ГИБДД выяснили о том, что он находится в угоне. Мы приехали на осмотр данного автомобиля, осмотрели его, и, грубо говоря, на поверхностях, как внешних, так и салона автомобиля, я следов никаких не нашел, то есть их не было. Были видны следы от ткани, то есть свидетельство о том, что уборка какая-то производилась, там затирали за собой следы, но при всем при этом я обратил внимание на стакан с какой-то жидкостью прозрачной, которая находилась в двух или в трех метрах от этого автомобиля. Я обработал дактилоскопическим порошком данный стакан, обнаружил следы рук достаточно хорошего качества. Отпечатки пальцев. Да. И при занесении их в базу данных следов рук было установлено лицо, совершившее данное преступление, которое ранее привлекалось по преступлениям данной категории. И, соответственно, преступление было раскрыто. Было раскрыто, да. Да, по горячим следам, как это у вас называется. Ну, грубо говоря, да, но здесь получается, что автомобиль чистился в угоне порядка двух лет. Вот так. Да. Ну вот, кстати, за долгие годы преступники не раз меняли методы совершения преступлений, а вот как раз эксперт, выезжающий на место преступлений, это все тот же специалист в перчатках, как мы привыкли видеть это в кино, с криминалистическим чемоданчиком. А, кстати, вот что находится внутри? В криминалистическом чемодане у нас находятся средства и техник необходимы для производства, осмотра мест происшествия. То есть там имеются дактилоскопические порошки, цифровая фотокамера, предметы для обнаружения биологических следов. Глупо. Есть? Это обязательно. Причем три вида. С подсветкой, с разным увеличением. Вот. Это вот все такое основное, что нам необходимо. Даже набор инструментов есть. Почему? Потому что он необходим для изъятия каких-либо следов уже с объектом носителя. А вот, кстати, в фильмах неоднократно видели и наблюдали, когда эксперт-криминалист такой большой кисточкой, белым порошочком что-то тщательно-тщательно очень затирает. Это что такое? Это он выявляет следы рук, либо следы обуви на поверхностях. То есть следы бывают у нас разные, видимые и невидимые. То есть те, которые следы мы не видим, мы их выявляем при помощи дактилоскопических порошков. У нас их в наборе стандартно идет в унифицированном комплекте, ну, в чемоданчике, шесть порошков. Они магнитные, немагнитные, различных цветов. Ну, мне приходилось видеть криминалистический чемоданчик, он достаточно объемный. И там даже несколько подразделений. Расскажите, а вот что еще интересного можно там наблюдать? Для нас там идут в основном дактилоскопические пленки. Вот, например, если мы возьмем их, дактилоскопические пленки предназначены уже для откопирования выявленных следов. Потом там есть такое устройство под названием следокоп. Данное устройство предназначено для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви. То есть на поверхностях стула, к примеру, да, там может быть обнаружен след, даже видимый. Мы при помощи следокопа его переносим на специальную магнитную пластину, после чего откопируем для сохранности и удобства исследования уже на дактилоскопические пленки. Ну, а сейчас вы хотите сказать о современной оборудовании. Опять же, обращаясь к нашему кинематографу, можно увидеть, как преступники в основном работают в кожаных перчатках, не оставляя следов, либо потом тщательно-тщательно за собой все вытирают. Так вот, это соответствует действительности? Можно вытереть следы преступлений и, работая в перчатке, не оставить отпечатков пальцев? Даже следы перчаток оставляют свои идентификационные признаки. То есть по перчаткам кожаным, матерчатым, мы также устанавливаем их тождество. Поэтому, если эти перчатки будут изъяты в итоге у преступника, то мы проведем сравнительные исследования и проведем идентификацию. Что касается резиновых перчаток, то качество перчаток зачастую бывает низкое достаточно качество, они тонкие и популярные линии, которые у нас имеются, они все равно остаются. Кроме того, если человек какой-то предмет держал достаточно длительное время, ну, я не говорю об этом, что он час держал, достаточно трех-пяти минут, то там будут оставаться и следы биологического происхождения. То есть если отпечатки пальцев можно стереть, то биологические какие-то вещи... Ну, их сложно уничтожить. Даже если человек оставил какой-то след, да, там, руки, там, отпечаток, но он низкого качества и будет непригоден для этого, то при производстве некоторых манипуляций из этого следа можно будет идентифицировать человека уже по генотипу. Интересно. Ну, то есть ваш волшебный чемоданчик вам в профессии и в вашей ежедневной работе помогает здорово. Конечно. Плюс он модернизируется частенько, какие-то новые вещи там поступают. Плюс в любом случае развитие идет, наука не стоит на месте. А есть ли у вас в чемоданчике какая-то любимая вещь, деталь, без которой невозможно просто лично ваше обследование места преступлений, которое вас выручало не раз? Такого нет. Все абсолютно приборы, все средства, методы, которые в нем имеются, помогают во всем. Мы применяем практически каждый день именно все, что в нем находится. Скажите, какие виды экспертиз проходят в управлении МВД России по городу Самаре? И если можно, расскажите об этом, ведь это тоже интересно. У нас достаточно большой перечень экспертиз проводится в управлении по городу Самаре. Основные, так называемые, традиционные виды, их семь. Это дактилоскопическая, тросологическая, баллистическая, технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковеческая, портретная, потом почерковеческая. И еще специальные виды экспертиз у нас имеются такие, как фоноскопическая, пожарно-техническая, фототехническая, почерковеческая, бухгалтерская и многие другие. Ну вот, кстати, в связи с телефонным мошенничеством, вы проводите какие-то виды экспертиз, которые помогают обнаружить преступников? Да. По голосу, к примеру. По голосу, да. По фонограммам, да. То есть, так называемое, техническое исследование, оно предназначено для выяснения, был ли монтаж, какие-то вырезки. Подделка, опять же, голоса, да? Да, да. То есть, подделать фонограмму голосовую невозможно. Вы хотите сказать, что вы в любом случае обнаружите первоисточник голоса? Конечно. Понимаете, есть такой момент, как синтезирующая речь, допустим, да. То есть, на компьютере набили текст, данный текст перевели в голосовой набор. Этот голосовой набор, там, голосом, предположительно, там, допустим, моим, да, что-то скажет, что-то написано в тексте. Ну, наши эксперты это выяснят. Ну, вот, кстати, вы, как эксперт, ведь наверняка вам тоже, да, приходили звонки от телефонных мошенников, которые, может быть, представлялись вашими коллегами или сотрудниками прокуратуры. Вот вы как с ними разговариваете? Может быть, дадите какой-то дельный совет, как действительно нужно поговорить так? Вот буквально сегодня слышала от своих коллег, что, ну, буквально каждый день звонят уже, не знаешь, как разговаривать, и грубо с ними обращаешься, и просто игнорируешь, трубки не берешь. Ну, вот как-то сейчас активизировались опять телефонные мошенники. Может быть, дадите какие-то советы, особенно пожилым людям? Единственный совет – это, если, грубо говоря, версия, что ваш родственник попал в ДТП, к примеру, да, возьмем? Распространенная, да? Да, очень распространенная версия. Нужно положить трубку и перезвонить своему родственнику, и выяснить, действительно так или нет. И даже по денежным переводам, да, там, на сообщения, приходит сообщение о том, что переведите мне, пожалуйста, денег, у меня трудная ситуация, там, знакомые, друзья, либо родственники просят. Соответственно, с ними непосредственно нужно сразу связаться, то есть не идти на поводу у мошенников, потому что в основном это работают мошенники, здесь никуда не денешься. Вы также игнорируете разговоры, не вступаете с ними в диалог никогда, да? Нет, это бессмысленно. Да. Ну что же, вернемся к вашей профессии, к вашей работе. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете на месте преступления, и на все ли преступления вы выезжаете? Как я уже говорил, что мы выезжаем на достаточно большой ряд преступлений, и легкой тяжести, и средней, и тяжких, и особо тяжких. На каждом осмотре места происшествия мы применяем экспертно-криминалистические средства, методы, необходимые для обнаружения изъятий, кстати, следов. Вот. Осмотр места происшествия, когда проводится, мы, соответственно, обезопасим и себя, и те следы, которые мы можем уничтожить в ходе осмотра места происшествия. И поэтому мы одеваем бахилы, мы одеваем перчатки резиновые, мы одеваем маски, у нас даже есть костюмы специальные. Мы, грубо говоря, это все обмандирование, так скажем, одеваем, заходим в то или иное помещение, либо здесь на улице проводится осмотр, и уже работа основывается на, так скажем, фантазии. Почему? Потому что мы чаще всего ставим себя на место преступника, как бы мы действовали в той или иной ситуации, что бы мы трогали в тот момент, когда мы осуществляем проникновение через входную дверь. То есть, каким образом будет осуществляться подбор ключа это, либо это были отмычки, либо это банальная монтировка. Какие следы, где он мог оставить. Помимо того, мы осматриваем и периферию. Почему? Потому что, грубо говоря, на лестничной клетке могут залепить там листом бумаги, изолентой, жвачкой, пластилином. Могут залепить дверные глазки. Вот. Это тот же, те же самые, те же самые следы, которые несут в себе, конечно, да. То есть, это как минимум биология, потому что он это все трогал. Пластилин он разминал, жвачку он жевал. Вот. Непосредственно в квартире мы начинаем поиск видимых, для начала видимых следов, которые, ну, грубо говоря, на месте, в коридоре. Да, вот мы зашли в коридор, мы посмотрели порядок. Я прошу прощения, вот вы говорите мы. На месте преступления работает один криминалист-эксперт, либо вас несколько. И вообще, какая оперативная группа, которая вот это все исследует? Потому что вы верно заметили, что можете вы и сами уничтожить какие-то мелкие следы преступления. На осмотр места происшествия выезжает следственная оперативная группа, в состав которой входит несколько подразделений. Первое, это следственное подразделение, эксперто-криминалистическое подразделение, уголовный розыск, участковый, кинологическая служба. Но это порядка скольких человек? Четыре-пять. Четыре-пять. Да, то есть это вот, так скажем, стандартный состав следственно-оперативной группы. По приезду на осмотр оперативник занимается своими задачами поставленными. По выяснению причин каких-либо выявлений свидетелей участковой, у него та же самая задача, ну, по большому счету. Вот. Кинологическая служба, она первая, если это квартирная кража, да, возьмем в пример, обследует квартиру на наличие запахов посторонних, и уже собака работает, то есть ведет до места, где преступник, грубо говоря, оставил свой последний запаховый след. Назовем это так, по-простому. Вот. Мы в составе групп, ну, в составе уже двух человек, получается, это следователь и специалист на осмотре. То есть мы работаем в паре. Почему? Потому что основным документом процессуальным закрепления, да, осмотра места происшествия, это является протокол осмотра места происшествия. Его заполняет следователь. Вот. И следователь описывает вечную обстановку и вообще, в принципе, да, квартиру. Вот. Мы оказываем ему в этом содействие. То есть там, где... Уже на первых парах, да? На первом этапе. Оглядев первоначальным взглядом место преступления. Да. Все начинается вместе. Мы работаем в паре всегда. Вот. Единственное, следователь находится, грубо говоря, в стороночке для того, чтобы там что-то не уничтожить, не уничтожить какие-либо следы. Либо даже помочь. Потому что какие-то моменты бывают, что необходима помощь. Для этого мы существуем. Взаимопомощь, взаимоподдержка, так говорится, всегда она есть. И когда осмотр места происшествия проходит, значит, по обнаружению, изъятию следов, каждый след фиксируется на цифровую фотокамеру, место его обнаружения и отражается в протоколе места происшествия. Применяются, как я уже говорил, дактилоскопические порошки, осветительные приборы, потому что все следы, к примеру, обуви, которые мы на ламинате, к примеру, да, мы их не видим. Зашли в квартиру, свет включен, их не видно, да, либо наоборот темно. Мы применяем какие-то осветительные приборы, там у нас есть такой искатель, он кладется на пол, и в коспопадающем свете видно все. Ну, и пыль, и грязь, и волосы, и следы обуви, которые невидимы вооруженным взглядом. Вот, мы данный участок обрабатываем потом дактилоскопическим порошком, либо применяем следокоп. Фиксируем этот след и взымаем его, перекопируем на пленку для удобства исследования и сохранности данной следы. Ну, следов может быть множество, и также каких-то посторонних предметов, вы говорите, волосы, да кошка прошла, волосы оставила не обязательно, это может быть волос преступника. Это я к тому, что, поскольку времени вы проводите на месте преступления? Ну, квартирная кража осматривается, ну, минимум часа три. Это минимальное время, которое нужно для осмотра, тщательного осмотра квартирной кражи. Это если кража, а если это более серьезное убийство, преступление, там, убийство, к примеру? Еще дольше будет. Еще дольше. Может дойти и до суток осмотр проводится. То есть вы зашли в квартиру и будете там проводить сутки, не выходя из нее? Пока все необходимые мероприятия, проводимые в ходе осмотра места происшествия, не будут проведены, мы данное место происшествия не покинем. Скажите, а азарт имеет место быть в вашей профессии, вот, к примеру, когда вы заходите и сразу уже профессиональным своим взглядом видите, ну, какие-то вот ваши личные моменты и уже сами домысливаете, уже сами мыслите как преступник и уже можете, ну, вот, как говорится, по ходу начать уже разматывать вот этот вот клубочек преступления? Конечно, имеет место быть. Не без этого. Потому что, как я уже говорил, что, в принципе, должен быть у специалиста, у эксперта такое качество, как аналитический склад ума. Но это же ведь с опытом все уже приходит. Конечно. Молодым это не дано? Почему? Все зависит от человека. Если он изначально обладает такими качествами, ему... Не случайно он оказался в этой профессии, да? А вот, кстати, помните, вы свое первое дело. Кто вам помогал? Может быть, у вас был наставник? Да, я выезжал на кражу из дома у бабушки, вот, и мы приехали с наставником с моим, но работал я самостоятельно. Я обнаружил весь комплекс необходимых следов и объектов, изъял его, вот, и в том числе отпечатки пальцев рук. Вот, и по данным следам, которые я обнаружил, при производстве экспертизы было установлено, что данные следы оставлены другим лицом, вот, их внесли в базу данных следов рук, и была установлена личность преступника. — Леонид Владимирович, ну, понятно, что не все дела, к сожалению, расследуются до конца. Скажите, а есть ли такое дело, и если это непрофессиональная, конечно, ваша тайна, которая вам до сих пор покоить не дает, о которой вы думаете, думаете, думаете? — У нас очень много дел, вот, мы как бы расследованием дел... — Которое одновременно, да, происходит? — Да, мы не занимаемся именно расследованием дел, мы занимаемся оказанием практической помощи органам следствия дознания, вот. И бывает так, ну, не бывает такое, но как бы есть, что мы раскрываем преступления прошлых лет, то есть при работе уже с базами данных, вот, база данных следов рук, к примеру, да, там у нее уровень хранения следов у каждого преступления свой, вот. Вот, например, убийство, срок хранения в базе данных, он не ограничен, то есть они не снимаются с учета, вот. И преступления, там, 90-х годов, при повторной проверке данных следов мы устанавливаем уже совпадение по базе данных следов рук. Кроме того, у нас ведется ежедневная работа со следами рук, которые были изъяты, там, грубо говоря, в дежурные сутки, либо год назад. То есть все равно их к ним возвращаются, их пересматривают, перекодируют, потому что там проводится кодировка, вот, и отсматриваются вновь и вновь, потому что доктокарты преступников, либо граждан, которые прошли добровольно доктилоскопическую регистрацию, то есть массив доктилоскопических карт, он пополняется ежедневно, поэтому тут и работа наша не стоит на месте. Да. Ну, задам я этот вопрос вам. Как мы с вами говорили, что работа психологически у вас, конечно, очень сложная, но, как вы сказали, что к любой работе привыкаешь. Но к ситуациям не ко всем привыкаешь, и приходилось вам выезжать на трупы и видеть, ну, неприглядные сцены жизни. Жизни. Скажите, вот, как вы относитесь к этой стороне медали «Своя работа»? Спокойно. По-другому, ну, нельзя оценивать. Почему? Потому что если мы каждый… То есть с холодной головой, да? Да. С холодной головой мы включаемся в работу. Для нас это объект исследования, да, для нас это работа, потому что тут ситуация в том, что если мы начнем все это, грубо говоря, пропускать через себя и нести это домой, психологически это будет очень сложно. Бывает момент… Чем лучше обработать, там, поверхности бывают разные, да, к примеру, и вот чтобы на… в ходе убийства, там, вернее, в ходе осмотра места происшествия по факту убийства, там, не уничтожить какие-то, там, биологические, к примеру, следы или еще что-то, везде всегда включаем голову, всегда думаем, это обязательно, потому что иначе, ну, никак. Но ведь все мы живые люди, все живые, и, как бы, вот физику-то человеческую тоже никто не отменял, и бывает, когда вот чисто становится физически плохо. У вас были такие ситуации? Да, да, такие ситуации были, ну, отошел, пришел в себя, включился в работу, по-другому, ну, никто меня не придет и не заменит, понимаете, у нас нет, грубо говоря, запасного эксперта, который придет и будет за тебя работать. Да, касаемо убийств, там, бывают разные убийства, бывает, когда, там, более двух человек, то туда привлекаются уже еще дополнительные, естественно, силы. Эксперты силы. Да, потому что, грубо говоря, охватить одному сразу несколько мест, которые необходимо осмотреть, ну, это очень тяжело, потому что ты включаешься, ну, к примеру, да, там, падение с высоты, то есть необходимо осмотреть само место, где обнаружен труп, а потом вернуться в то место, откуда, грубо говоря, он прыгнул. Сначала осмотр проходит внизу, потом мы поднимаемся наверх. А если это убийство, к примеру, тройное, как вот было, да, в конце 2023 года, то там осмотр проводился. Без коллег не обойтись. Конечно. Ну что же, наше время подходит к концу, я хочу предоставить вам заключительное слово, чтобы вы поздравили своих коллег с профессиональным праздником, конечно, в вашем, я еще раз повторюсь, нелегком труде и еще раз поздравление от меня. Пожалуйста. Спасибо за поздравление. Уважаемые коллеги, искренне выражаю вам поздравления с Днем эксперта криминалистической службы. Желаю вам всем здоровья, успехов, достатка и просто человеческого счастья. Спасибо вам большое за очень интересное интервью. Приходите к нам обязательно еще. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Спасибо.